Ярмарка рабочих профессий в этом году особенно привлекательна. Выставка проходит в интерактивном режиме. Каждый школьник мог попробовать себя в роли повара, сварщика, автомеханика и флориста. Попробовать и определиться, какую специальность выбрать, каким путем пойти по жизни. Это учащиеся 8-9 классов, которые еще только выбирают профессию. Они сейчас приедут со всей области в течение всего дня, более 2000 школьников мы ждем. И мы планируем, что тут будут мастер-классы. Здесь они посмотрят весь спектр профессий. И я уверена, что в сознании у них останется впечатление о том, что престижно сегодня быть специалистом не только с высшим образованием. В регионе в заведениях среднего образования обучают 137 рабочим специальностям. О большинстве из них до этой выставки школьники даже не знали. У стенда профлицея номер 4 города Шуя желающие могут, вооружившись топором, расколоть чупу и сделать несколько простых изделий для кухни. Я просто заканчиваю в этом году 9 класс и выбираю себе специальность, куда буду поступать, какой колледж или техникум. Сейчас я была у стенда профессионального лицея номер 4 города Шуя. Вот и я там с учащими все изготавливаю вот такие вот вещи, лопаточку. Мастер-класс отделочников, столеров и плотников пользуется особой популярностью у посетителей выставки, как, впрочем, и сама специальность. Студенты этого факультета, рассказывают преподаватели лицея, в будущем в деньгах нуждаться не будут. Это, наверное, одна из самых дефицитных специальностей. Все строительные специальности на сегодняшний день у нас крайне востребованы. Более того, все старшекурсники уже практически, все старшекурсники проходят практику на тех рабочих местах, на которых они дальше будут работать. Очередь выстроилась и к автотренажеру. Мальчишки 14-15 лет хотели попробовать себя в управлении машиной, пусть и не настоящей. Руль крутили с удовольствием, педаль газа выжимали изо всех сил. Я пришел сюда попробовать этот тренажер, и, ну, естественно, если я не буду сюда поступать, то навыки вождения мне, естественно, пригодятся в обычной жизни. Девочкам гораздо интереснее было у этого стенда. Здесь за пятью столами работали мастера швейных производств, пяти учебных заведений легкой промышленности региона. За швейные машинки мог сесть любой желающий. Наши школьники, наши будущие абитуриенты могут за 10 минут по нашим предложенным технологиям изготовить швейные изделия, которые они получают как подарок. Мастер-класс специалисты проводили по профессии художник-технолог, портной, раскрыщик, швея. В школе на уроках труда, рассказывают девочки, такому не научат. Очень интересно. Рассказывают, как сделать пофту очень красивую. Рассказывают, как пользоваться машиной, как работать, как поднимать лапку, как запускать машину. В скором времени в регионе исчезнут заведения начального профобразования и техникумы. Все учебные учреждения среднего образования будут называться колледжами. В одном таком колледже можно будет получить образование сразу по двум звеньям рабочей специальности. Это, по мнению властей, повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.